Каспийск. Один из активно развивающихся городов Республики Дагестан. В последние годы муниципалитет преобразился и улучшился в различных отраслях. Так, за последние три года в Каспийске наблюдаются заметные изменения в сфере инфраструктуры, образования, культуры и многом другом. Да, город преобразился. Проведены многие работы, которые мы видим. Сделаны тротуарные дорожки улучшенные. Соответственно, какие-то строения у нас достроились. Привели в порядок парк. Кроме того, за последний год в Каспийске по программе «Комфортная городская среда» было благоустроено 50 дворовых и 13 общественных территорий. Были благоустроены следующие улицы Ильяшенко, Ленина, Азизалиева, Хизроева и другие. Придомовые территории, кстати, вот, хочу сказать, что их тоже привели в порядок. Появились новые детские площадки с качелями. Даже есть спортивная площадка, которую я проезжаю, часто ее вижу. Хотелось бы, конечно, чтобы их было намного больше. Но работы видны. Я сама голосовала, я участвовала в голосовании. Выбирала территории, которые нужно преобразить. За последние три года построили очень много детских площадок. Обустроили некоторые дворы. Поставили новые крыши. На Хизроева аллея со стеллой. Парк преобразился понемногу. Вообще, в целом, в городе заметно изменения. Зеленых зон стало больше. Здесь сделали аллею. Здесь была ужасная дорога раньше по дороге к Аркадию. Сейчас стало хорошо с коляской ходить. Также ежегодно в летний период на береговой части Каспийского моря проводились различные мероприятия. Это зарядка с чемпионами, где приглашались знаменитые спортсмены. Такие, как Гаджимурад, Рашидов, Куромагамед, Куромагамедов и многие другие. Стоит подчеркнуть, что для воспитания патриотического духа подрастающего поколения в библиотеке имени Фазу Алиевой также ежемесячно проходят различные мероприятия клуба молодого патриота Отечества. Значительные изменения также наблюдались в сфере образования, где было реализовано множество проектов и были открыты новые школы. Я сама работаю в образовании. Конечно, продвижения есть большие. Мы одна из пилотных школ были, которые нас включили в Московскую электронную школу. И мы там занимаемся. Сейчас уже весь город, весь Дагестан подключается. А мы еще с октября месяца, с ноября мы уже полностью перешли и работаем, учимся. Конечно, изменения есть. Напомним, что подобные изменения удалось достичь благодаря новому руководству региона в лице Сергея Меликова и работе главы Каспийска Бориса Гонцова.